Продолжаем выпуск. В Казахстан пожаловала одна из первых советских моделей. Татьяна Сорока в свое время гремела на весь мир. На ее счету показы Диор, Живанши и в Сан-Лоран Ральф Лорен продолжать я могу долго. Она, кстати, снималась в рекламе с Брэдом Питтом. Да-да, Виолетта Тельманова узнала у нее, что нужно нашим манекенщицам, чтобы добиться мировой славы. Татьяна Сорока не выходила на подиум уже много лет, но фэшн не бросила. Топ-модель живет в Сан-Франциско, работает редактором в американском Харперс Базар. Многие манекенщицы после завершения карьеры так и делают, остаются в индустрии. Тот всю жизнь мечтал быть матерью, рожает кучу детей и имеет счастье в этом. Я всегда, меня всегда интересовала мода и я очень довольна, что я нашла свою нишу, но с другой стороны. Татьяна также славится своим страстным увлечением. У нее целая коллекция винтажного кутюра, в которую входит около 400 аутфитов. И это результат почти 30 лет. Музеи разных стран умоляют ее провести выставки. Везде, под каждой кроватью, коробки. Мой муж меня пытается выгнать уже часто из дома, так как везде это все лежит. Очень много денег в реставрацию, в содержание. Что-то все непростое. Не занимайтесь коллекционированием винтажной одежды. Супруг топ-модели 90-х, кстати, бизнесмен, который тоже неровно дышит к искусству, Серж Сорокко, имеет собственные картинные галереи в Америке. Но вернемся к моделингу. Так что же в наших манекенщицах не так, что о них не знает весь мир? Хотя азиатки сейчас очень популярны. Сегодня я, когда сама снимаю, как стилист или редактор определенные съемки, то современные модели, они очень сходят быстро, не прикладывая усилий. И это тоже из-за того, что мы снимаем сейчас на digital cameras. Все это можно отретушировать. Во времена Татьяны ретушировать ничего не надо было. И модель отрабатывала на все сто. Фэшн-журналист Роман Александров считает, что вся проблема в недостатке напористости. Вода камень точит. Нужно, чтобы не покладая рук, нужно трудиться над собой, нужно себя продвигать, нужно искать правильных агентов, которые будут тебя продавать. Роман также отметил Алену Субботину. По его словам, она сейчас номер один в Казахстане. И у нее есть все шансы обрести мировую популярность. Это девушка, которая уже открывала и закрывала показы Живанши. Показы такого уровня открывают и закрывают Ирина Шейк, Наталья Водянова, Науми Кэмпбелл, когда-то Клаудия Шифер.